Добрый вечер! В прямом эфире новости ТВК в студии Дарья Тарасенко. Прямо сейчас коротко главные темы этого дня. Выборы президента день первый. Как голосуют красноярцы и какая сейчас явка? В Красноярский край идут паводки. И уже со следующей недели спасатели ожидают первые подтопления. В зоне риска 188 населенных пунктов. Как тут ехать, если коляска буквально буксует во многих местах? Ходить невозможно. Сплошной лед. Люди жалуются со всех районов города. А маржи устраивают антигололедный заплыв, что отвечают в мэрии. Масленичные гуляния пройдут в Красноярске на выходных. Куда сходить? Где будут угощать блинами? Не пропустите подробную программу празднования. В Красноярский край идут паводки. Уже со следующей недели спасатели ожидают первые подтопления из-за плюсовых температур, которые обещают синоптики. В зоне риска дома вблизи водоемов. Сейчас под особым контролем 188 населенных пунктов в регионе. А всего под угрозой затопления этой весной 700 деревень и сел в Сибирском федеральном округе, сообщает представитель президента в Сибири. В МЧС просят жителей очистить приусадебные участки от мусора, вывести снег и закрыть вентиляцию в подвалах. Кроме того, необходимо заранее подготовить вещи и документы на случай экстренной эвакуации. По данным властей, в Красноярском крае уже сформированы рабочие группы для помощи жителям. На юге региона они начнут работать 18 марта, на остальной части края 25 марта. В правительстве заявили, все службы готовы к работе. Также на случай чрезвычайной ситуации создан резерв необходимых вещей для пострадавших – от питания до палаток. И плюсовые температуры придут в Красноярск уже на этих выходных. Итак, сегодня ночью похолодает до минус 11, возможен снег. Завтра днем будет 2 градуса ниже 0, ночью температура опустится до минус 5. Однако уже в воскресенье воздух прогреется до плюс 2. Также будет идти снег с дождем. В ночь на понедельник синоптики прогнозируют осадки. Что касается геомагнитной обстановки, то сегодня ночью ожидается небольшая магнитная буря в 3 балла. В субботу и воскресенье возмущения на солнце не превысят 2 баллов. На рабочей неделе геомагнитная обстановка будет также спокойной. И в Красноярском крае, как и по всей стране, начались выборы президента России. Голосование продлится 3 дня. В бюллетене 4 кандидата, все они в алфавитном порядке. Владислав Дованков от партии «Новые люди», самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. Графы против всех нет. Напомню, проголосовать могут все россияне старше 18 лет. Явка по стране, сообщают в Центральной избирательной комиссии, на 20.00 по красноярскому времени превысила 23%. В Красноярском крае передают в край избиркоме явка на 15.00 составила 26,23%. Также председатель Центра избиркома Элла Памфилова сообщает досрочно, на выборах президента России проголосовали 2,5 миллиона избирателей с 25 февраля по 14 марта. Булочки, викторина, концерты и патриотическое рукоделие. Власти сегодня постарались устроить праздник в честь выборов. В Красноярске открылось более 400 избирательных участков и почти везде горожане могли попробовать выпечку или выиграть квартиру с машины. Виталий Поляков расскажет об атмосфере на избирательных участках. В 91-й Красноярской школе для избирателей и поют, и пляшут. Каждого готовы накормить булочками и пиццей. Тех, кто пришел голосовать первый раз в жизни, поздравляют и вручают небольшие подарки. Поздравляем вас с всеми голосованиями. Надеюсь, вы будете постоянно принимать участие в выборах. Всех вам влашу дать. Спасибо. Некоторые избиратели на участке первым делом интересуются, где тут викторина. Потому что призы разыгрываются ценные, и многим хотелось бы попытать удачу. Счастливчики получат квартиры, машины и смартфоны. Но нужно ответить на вопросы. Вот они, кстати, несложные, но лучше подготовиться. В 79-й школе для создания еще большей атмосферы праздника избирателей приглашают создать патриотическую брошь. Каждый избиратель может уйти с тобой брошечкой домой, который сделает сам. Очень оригинальненько, простенько. Самое интересное, что это может сделать даже ребенок дошкольного возраста. Да? Ничего сложного. Ну так, креативненько. А еще на этих выборах можно проголосовать за благоустройство сквера. Организаторы объясняют, чтобы деньги выделили на те объекты, которые наберут больше голосов. Нам нужно как больше, можно больше голосов собрать, чтобы наш Красноярский край вошел в этот список благоустройства этих скверов. Там же тоже рейтинг определенный. В первый день выборов у урн для голосования людно. По сравнению с прежними сентябрьскими выборами губернатора, народу больше, говорят члены избиркомов. Избиратели идут активно, с хорошим, позитивным настроем. Много было очень работающего населения. И наши любимые избиратели постарше. Молодежь пока идет незначительно, наверное, на занятия. На каждом участке в Красноярске сегодня дежурят полицейские, как и наблюдатели. Они, как правило, серьезных нарушений на участках не фиксируют. Проходит спокойно. Какие-то вопросы, если возникают, избирательная комиссия их решает успешно, я считаю. Пока никаких замечаний с моей стороны нет. Мотивы избирателей прийти на выборы именно в первый день разные. Большинство хочет как можно быстрее выполнить свой гражданский долг, чтобы на выходных отдохнуть. Сегодня, как минимум, народу меньше. Пока все на работе. Быстро зайти, быстро закрыть вопрос. Исполнить гражданский долг, так сказать. Напомню, проголосовать на этих выборах президента впервые можно в течение трех дней. 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Виталий Поляков, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК. Возможность проголосовать была не только на традиционных избирательных участках. Роженицы выбирали президента практически сразу после родов, а спортсмены между тренировками. Проголосовали также первые лица города и края. Подробности у Надежды Шепеневой. Ксения Фидоренко стала мамой накануне, а уже сегодня отдает свой гражданский долг. Буквально из родильной палаты девушка направляется к урне для голосования. Малышку назвали Варвара. И пока ее осматривают медики, молодая мама успевает поставить галочку в бюллетене. Я была уверена, что я такое событие не пропущу. Сейчас вообще на приподнятом настроении все происходит, в том числе и выборы. То есть, опять же повторюсь, что я считаю, что это не только долг, но и такое событие, которое должно быть важно для каждого гражданина. Оно может быть и приравнивается, конечно, к празднику. А это спортсмены хоккейного клуба «Сокол». Они также пришли отдать свой голос на выборах. Каибы специально для них разместили в Платином арене. Здесь хоккеисты готовятся к важной игре, а между тренировками приходят поставить галочку. Сегодня в голосовании приняли все три команды – хоккейная команда «Сокол», «Рыси» и «Бирюса». У нас спортивный клуб, и все ребята, которые занимаются спортом, они, в принципе, все занимают активную жизненную позицию. Хоккеисты – не единственные красноярские спортсмены, кому важно проголосовать на выборах президента в первый день. Женская футбольная команда «Инисей» в полном составе сегодня также посетила избирательный участок. Капитан Татьяна Ананьева делится. Отныне голосование всем составом – новая традиция. Я считаю, выборы – это гражданский долг каждого человека, проживающего в Российской Федерации. В этом году первый раз мы решили, что будем как-то двигаться командными действиями, что на поле, что в жизни решили так. Отдать свой голос на избирательном участке также пришли и первые лица края. Например, губернатор Михаил Котюков один из первых приехал поставить галочку в бюллетене вместе с дочерью Юлией. Глава региона отметил, что также принял участие и в голосовании за объекты благоустройства, а еще викторини на знание истории Красноярского края. Я не сомневаюсь, что красноярцы будут приходить семьям на участки. Сегодня пятница, и удобно очень перед работой заехать. С утра можно проголосовать. Но кто-то пойдет в выходные. Есть традиции, я знаю эти традиции наши. Мы ходим в воскресенье всей семьей, как на праздник. Тем более здорово, что еще и совпало это все с Масленицей. Здесь на участке замечательные блины с утра угощают. Поэтому настроение действительно праздничное, настроение совершенно замечательно. Голосовать всей семьей пришла и семья Юрия Швыткина, депутата Госдумы. Для него возможность отдать свой голос на выборах значит сформировать и поддержать будущее России, отмечает парламентарий. Я думаю, все мы понимаем свою гражданскую ответственность, гражданскую позицию. Сейчас как-то никогда нужно ее проявлять. И я отдал голос за величие, за державность, за нашу Россию. За выборами в Красноярске следят эксперты из Центра общественного наблюдения. Он будет работать три дня до окончания подсчета голосов. Видеонаблюдение здесь ведется круглосуточно. Система отслеживания позволяет выбрать любой отрезок времени и пересмотреть его заново. Поэтому эксперты Центра могут оперативно реагировать на нарушения и спорные ситуации. Надежда Шепенева, Владимир Антонов, Новости ТВК. 17-летняя девушка пропала в Красноярске. Ее не могут найти уже сутки. По информации волонтеров отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной, Красноярку зовут Яна Ицинова. Она ушла из БСМП на Курчатова 14 марта примерно 18.30. Девушка среднего телосложения ростом 165-170 сантиметров. У нее русые волосы, доплечь и голубые глаза. Яна одета в пуховик и джинсы молочного цвета и белые кроссовки. Всех, кто знает, где находится подросток, просят сообщить по телефону экстренных служб, волонтерам или в отдел полиции. Номера вы сейчас видите на экране. В Шарыпове ребенок чуть не сгорел заживо в запертом доме. Об этом сообщили в МЧС. Все произошло днем 14 марта. Девятилетний мальчик оказался один дома в момент пожара. Его мама ушла по делам и закрыла дверь на ключ. Чуть позже у одноэтажной постройки загорелась крыша. Пожарных вызвали очевидцы. Спасатели оперативно приехали на место, вскрыли дверь и вытащили мальчика. Медицинская помощь ему не понадобилась. Огонь охватил 20 квадратных метров. Предварительной причиной назвали несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печей. В МЧС напоминают, не стоит оставлять детей без присмотра, особенно в доме с топящейся печью. Сейчас мы прервемся на короткий анонс и рекламу. Напомню, ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарий или посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране, переходите по ссылке, подписывайтесь. И помните, ТВК – это не только ТВ. Вы смотрите новости ТВК «Наш». Телефон 200-0065. Мы продолжаем выпуск. Скользкий коллапс. В редакцию ТВК за эту неделю поступило несколько десятков обращений. Люди пишут со всех районов города, ходить невозможно. Горожане жалуются, дорожники в этом году со своей задачей справляются куда хуже, чем в прошлом. Чтобы обратить внимание властей на эту проблему, красноярские моржи даже устраивают заплывы. Что на это отвечает в мэрии, разбирался Анатолий Качаев. Ну вот, сейчас, наверное, дорожники, глядя на меня, в леденом Монесея, как я сплаваю, будут чистить лучшие дороги. Сергей Каминский – известный морж. Решил привлечь внимание к проблеме уборки дорог в Красноярске. В знак протеста против работы дорожников мужчина проплыл 200 метров в леденом Енисеи. Наверное, если бы из одной части города до другой можно было добраться в плавь, то было бы даже комфортнее, говорит опытный ныряльщик, чем передвигаться по гололедице. Но Красноярск не Венеция. И пока люди ходят по тротуарам. Сегодня у меня заплыв посвящен дорожникам против, как говорится, заплыв против дорожников, что плохо чистят дороги. Уже весь год, весь год отвратительно чистят дороги. Нам что делать? Я сюда полтора часа добирался из солнечного. Ну что такое? Пока Сергей купается в Енисеи, протестуя против неубранных дорог, красноярцам с ограничениями по здоровью совсем не до перформансов. Как тут ехать, если коляска буквально буксует во многих местах? Андрей Николаевич – инвалид-колясочник. Живет в интернате номер один на Курчатова. Мужчина сегодня с трудом выбрался подышать свежим воздухом. Летом делает это чаще, чем зимой или весной. Причина – заснеженные скользкие тротуары и грязная каша возле учреждения. Из-за этого даже обычный поход в магазин или аптеку становится настоящим приключением, рассказывает красноярец. В те выходные сестра приезжала с больными ногами, я до гордыка. Тротуар – жидкая каша. Я в перчатке и то буксовал. Туда спустился, обратно выехал навстречу и поехал по дороге. Просто невозможно ехать. Помимо Андрея Николаевича в интернате живут другие колясочники. Каждый день им приходится пробираться через лякоти гололед. Повезло, если из колеи получилось выбраться самостоятельно. Если нет, приходится просить помощи у прохожих. Делятся жители интерната. К слову, не одни они сталкиваются со скользкой проблемой. Жители соседней улицы Можайской рассказывают, что за всю зиму дворников во дворе не видели. Вообще не чистили всю зиму. Вот эту центральную дорогу. Мусор несём там у нас, мусор. И идёшь вот так тут потихонечку, как бы не упасть. Машины-то ходят, колея. Не туда, не сюда ногу не поставишь. Это что творится. И там скользко, ну вроде как после снежок выпал ещё. Всё терпимо. А так везде скользко, вообще никак не пройти ничего. Я говорю, уже это кошмар какой-то. Каждый день в редакцию ТВК обращаются десятки красноярцев с жалобами на нечищенные дороги. Люди пишут со всех районов города. Однако в мэрии отчитываются. Тротуары всё-таки чистят. А причина многочисленных жалоб на работу дорожников – аномальное количество осадков. Мол, снега выпало много и сразу. Но спецтехника и дворники не дремлют и всегда на посту. Уверяют в управлении дорог и благоустройства. Ведутся работы по обработке дорожной части с солью, по прометанию, по сгребанию снега в приладковую часть, по вывозу снега, по прометанию тротуаров. Работают как ручные бригады, так и спецтехника. Также сбивают наледь вручную. Работы ведутся во всех районах города. Но, опять же, жители могут писать, звонить в службу 205 или сразу в УДИП, сообщать о каких-то проблемных местах, на которые мы обратим внимание. На этой неделе из-за тепла днём и холода ночью образуется гололедиться утром и слякать в обед. Из-за таких погодных условий, отмечают в травмпункте микрорайона Покровский, обращения от красноярцев становятся больше в два раза. Чаще всего люди идут к врачам с ушибами копчика, сломанными руками и ногами. С наступлением от тёплых дней и холодных ночей на этой неделе у нас отмечается значительное увеличение количества пострадавших на улице. Наверное, до 50-60% увеличилось количество людей у нас. Но сколько так в среднем в день может людей обратиться? В день обращается порядка 50-55 человек. Чтобы удержаться на скользких тротуарах и не угодить в травматологическое отделение, специалисты рекомендуют ходить мелкими шажками. Возможно, вы будете похожи на пингвина, зато останетесь целыми. Также помните, что в гололёд и слякать, а важно носить обувь с хорошим протектором. И делать это, судя по всему, придётся до поздней весны, пока всё не растает. Антоний Качаев, Илья Сергеенко, Новости ТВК. Осторожно, жёсткие кадры. Житель Абакана с топором напал на мужчину. Происшествие сняли на видеоочевидце. На кадрах местный житель без верхней одежды подбегает к другому человеку, валит его на землю и несколько раз бьёт обухом топора. Просим всех впечатлительных отойти от экрана. Стой! Как выяснилось позже, эти мужчины знакомы. Сейчас пострадавший в больнице с травмами головы. Нападавшего задержали в его квартире. Им оказался ранее судимый 33-летний уроженец ТВ. Следователи говорят, мужчина находился в неадекватном состоянии. Помимо него дома также было двое детей. Вы знаете, за что вы задержаны? Да. Что вы сделали? Вот, с руком посолились, вот топором, что-то несколько ударились там. Свою вину признаёте? Да. При задержании, передаёт следователь, нападавший пояснил, что проиграл знакомому в карты 10 тысяч рублей. И чтобы не отдавать деньги, решил закончить дело насилием. О других пострадавших не сообщается. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ещё одно ЧП в Хакасии в городе Черногорск накануне обрушилась стена общежития. Пострадавших нет. Об инциденте сообщили в МЧС региона. Момент обвала сняла на телефон жительница соседнего дома. Там что-то валится внутри. Всё, летит. Убежат. По информации следователей, здание было в аварийном состоянии. В обрушенной части дома никто не проживал. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и криминалисты. Они разбирают завалы и допрашивают очевидцев. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. В городе ввели режим ЧС. Жильцов временно разместили в гостинице. Буйные вахтовики и цены. Красноярский урбанист назвал проблемы, с которыми сталкиваются жители северного города Дудинка. По словам Петра Иванова, в городе сложная структура власти. Там муниципалитет подчиняется району. Их позиции отличаются. Также люди живут в постоянном холоде, переплачивают за продукты, долго ждут вывоза мусора. Кроме того, в Дудинке нет нормального жилья. Дудинка – сложный город. Жизнь Дудинки строится вокруг морского порта. В порту работает около 2000 человек из 20 тысяч горожан Дудинки. Но этой численности не хватает для того, чтобы Дудинка была признана моногородом и могла претендовать на участие в программах, связанных с поддержкой моногородов. Отдельная проблема Дудинки в том, что в городе нет нового жилого фонда и приходят в упадок все сети. Вода, будучи чистой и прозрачной на этапе водозабора, проходя через городской водопровод, доходит до конечных потребителей уже желтой. Старые дома, построенные из расчета на вечную мерзлоту, сталкиваются с проблемой, что мерзлота оказалась далеко не вечной. Некоторые дома уже приходят в аварийное состояние. Помимо этого, Иванов рассказывает об условиях жизни людей, работающих вахтовым методом. Их, по словам урбаниста, компании расселяют по 10 человек в комнату, вахтовики выпивают и, мягко говоря, ведут себя некультурно и невежливо. Отчего страдают другие жители. Напомню, Дудинка – один из самых северных и холодных городов Земли. Зима там длится 230 дней в году, а средняя температура в холодный сезон – минус 26. Масленичные гуляния пройдут в Красноярске на выходных. 17 марта провожать зиму будут на восточной части острова Татышев. В полдень там начнутся традиционные забавы – прыжки в мешках, метание валенка, перетягивание каната и ярмарка. Гостям также обещают тематические фотозоны. В 4 часа желающие покорят масленичный столб. После этого сожгут чучело масленицы. До острова жители будут возить бесплатные автобусы. С 11.15 до 17.30 шаттлы будут курсировать от торгового центра «Авиатор» на левом берегу и от гипермаркета «Окей» направо. Интервал каждые 5 минут. Красноярцев просят учитывать на время праздника. Остановку и стоянку на Октябрьском мосту запретят. Кроме того, масленичные гуляния пройдут и в других районах города. 16 марта в 12 часов в сквере Чернышевского будет фестиваль блинов и спортивные состязания. Также праздник отметят в скверах Серебряный и Солнечная поляна, на Ирыгинской набережной и на площади перед ДК Кировский. А 17 марта на Брянской 140-Д с 12 до 15 для жителей проведут игры и конкурсы. Возле некоторых избирательных участков в Красноярске запретили парковку. На каких адресах сейчас действуют ограничения – подробнее. Об этом и не только в рубрике «Новости. Коротко». Красноярцам запрещают ставить будки и миски с кормом для бродячих собак. Ограничение касается всех участков, которые не относятся к частной территории – многоэтажные дома, муниципальные учреждения и стройки. Об этом сообщают в Департаменте горхозяйства и транспорта. Ведомстве отмечают, размещение лишних предметов на этих территориях запрещено и нарушает правила благоустройства. Городские службы, по словам специалистов, проводят рейды, чтобы горожане не устанавливали будки и проводят разъяснительные работы с красноярцами. Возле некоторых избирательных участков в Красноярске запретили парковку. Об этом сообщают в мэрии. В администрации передают ограничения вводят для безопасности в период выборов президента. Парковаться будет нельзя до 11 вечера 17 марта. Подробный список адресов вы сейчас видите на экране. Также временные дорожные знаки движения запрещено разместят на Симафорной 123, Александра Матросова 15 и Крупской 42. В Красноярском крае стали чаще принимать на работу подростков. Спрос на несовершеннолетних сотрудников за год вырос на 48%. Эксперты связывают это с дефицитом кадров в регионе и всей Сибири в целом. Об этом сообщают статистики сервиса ХХРУ. Кроме того, аналитики отмечают, рост спроса связан с изменением трудового законодательства. В 2023 году подросткам от 14 лет разрешили устраиваться на работу без согласия органов опеки. К слову, на рынке выросла и активность молодых людей в поиске работы. В Красноярском крае за 2023 год они разместили на 24% резюме больше, чем годом ранее. По данным сервиса Суперджоп, чаще всего подростки устраиваются курьерами, операторами колл-центров, сборщиками заказов, официантами и баристом. Средняя зарплата – 40 тысяч рублей. Мифы и факты о гриппе и ОРВИ. Рубрика «Гражданская оборона». А в проекте «Вопросы психологу» о том, как перестать бояться заболеть и к какому специалисту нужно обращаться. Вы смотрите новости на телеканале ТВК «Наш». Телефон 200-00-65. И мы продолжаем выпуск. Какие существуют мифы и факты о гриппе и ОРВИ? Об этом прямо сейчас расскажет директор Центра ГО «ИЧС» Наталья Григорьева в рубрике «Гражданская оборона». Здравствуйте! По прогнозам синоптиков, в марте ожидается переменная погода, потепление, похолодание, возможен снег с дождем. В такую погоду вероятен риск заболевания гриппом и ОРВИ. И сегодня мы расскажем 9 мифов и фактов о гриппе. Первое. Гриппа без высокой температуры не бывает. Это миф. Отличительным признаком гриппа является температура около 39 градусов. Но у некоторых пациентов грипп протекает с температурой не выше 37,1-37,9, а то и вовсе с нормальной температурой тела. Второе. При гриппе не бывает обильного насморка. Это миф. В первые дни болезни часто отмечается заложенность носа, а после третьего дня заболевания появляется классический насморк. Третье. Вирус гриппа не боится мороза. Да, это факт. При температуре около 0 градусов вирус сохраняется до месяца, а при более низких температурах еще дольше. Четвертое. Лучшее средство от гриппа для младенца – молоко его мамы. Да, это факт. Если кормящая мама заболела гриппом, нельзя отлучать младенца от груди. Антитела из материнского молока передаются ребенку во время кормления. Пятое. Таблетки от температуры помогают распространяться гриппу по организму. Да, это факт. Нормальная или слегка повышенная температура тела – благоприятная среда для вируса. Принимать жаропонижающие средства рекомендуется только при температуре выше 38 градусов. Шестое. Грипп можно лечить антибиотиками. Это миф. Антибиотики действуют только на бактерии. Седьмое. Чтобы не заболеть гриппом, достаточно есть лук, чеснок и витамины. Это миф. Оптимальным решением станет комплексная профилактика, которая предусматривает вакцинацию, закаливание, рациональное питание. Восьмое. Прививка от гриппа не дает стопроцентную гарантию от заражения. Да, это факт. Риск заражения гриппом остается, но существенно снижается. В среднем прививка обеспечивает защиту на 80-90% и почти полностью предотвращает тяжелое течение и летальные исходы. Девятое. После начала эпидемии вакцинацию проводить поздно. Это миф. Если вакцинация не была проведена вовремя, то ее можно сделать и после начала эпидемии. Причем использовать можно только вакцины с неживыми вирусами. Берегите себя и будьте здоровы. Учитывайте данную информацию и смотрите рубрику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. Далее в эфире рубрика «Вопросы психологу». Эксперт Ольга Долганина расскажет, как перестать бояться заболеть и к какому специалисту нужно обращаться. Здравствуйте. Меня зовут Долганина Ольга Андреевна. Я клинический психолог и когнитивно-поведенческий терапевт. И сегодня мы с вами поговорим про ипохондрию. Что такое ипохондрия? Ипохондрия – это психическое расстройство, которое характеризуется тем, что человек постоянно боится появления серьезного заболевания даже при отсутствии явных симптомов. Ипохондрия сопровождается постоянным мониторингом своего здоровья, избыточному вниманию к физиологическим ощущениям и постоянной тревоге по поводу надвигающейся болезни. Человек постоянно начинает выискивать у себя признаки заболевания. При этом он ищет информацию в интернете и проверяет, не является ли он носителем какого-то тяжелого заболевания. Даже после того, как проведено тщательное медицинское обследование, это не помогает снизить тревогу. Наоборот, человек может думать, что обследования недостаточно или вовсе он болеет чем-то неизвестным. При малейшем дискомфорте человек представляет себе страшные картинки надвигающегося заболевания и буквально, как он умирает от него. Как перестать бояться заболеть? Чтобы снизить тревогу и все-таки преодолеть ипохондрию, важно понять, что дело не в том, что вы боитесь заболеть, а в том, что вы постоянно представляете собственную смерть из-за различных заболеваний. Ваша тревога вызвана негативными образами, мыслями, с которыми очень сложно справляться. Именно поэтому необходимо подвергать критике своей мысли, буквально оспаривать их и учиться выдерживать тревогу. Если же это не получается, то стоит обратиться к специалисту. Терапия может помочь научиться справляться со своими мыслями, эмоциями и поведением. Как понять, когда нужно идти к врачу, а когда обратиться за помощью к психологу? Чтобы понять, к кому стоит обращаться, к врачу или к психологу, следует учитывать несколько факторов. В случае с ипохондрией первый шаг – это обращение к врачу-терапевту для исключения физиологических заболеваний. Врач может провести необходимое обследование и дать объективную оценку о состоянии здоровья. Однако, если обследование проведено и никаких заболеваний не было выявлено, но тревога и беспокойство все еще осталось, необходимо обратиться к психологу. Именно психолог научит вас справляться с тревогой, беспокойством и все-таки начать сомневаться в своих тревожных мыслях. Это была Ольга Долганина. Свои вопросы психологу вы можете задавать по номеру 200-00-65. Также пишите в Вайбер или в WhatsApp по номеру 8-923-165-45-00 или в любых социальных сетях ТВК. Ну и сегодня в проекте Натальи Кечиной «Кинохроники Краснояре» об известных красноярских художниках Викторе Бахтине и Владимире Капелько и их представлениях о культурных ценностях. Принято считать, что культура – это театр, музыка, живопись, литература. И гораздо реже мы говорим о культуре человеческих отношений, о культуре быта, о культуре существования человека на земле. После начала перестройки в 1985 году провозглашенную переоценку ценностей воодушевленно восприняли, в первую очередь, наверное, люди искусства. Тогдашние призывы выставлять лучшие работы в Дом художника на краевую выставку, посвященную 70-летию октября, творцы уже в основном проигнорировали. Да и лозунг «Превратим Сибирь в край высокой культуры» уже тоже не вызывал былого энтузиазма. Я вообще не любитель лозунгов. И это, так скажем, не лучший лозунг из тех, которые я слышал. Я считаю, что в наше время самый главный критерий культуры – это отношение человека к природе. В 1988 году художнику Виктору Бахтину было 37, и его имя уже было известно не только в крае. Работы выставлялись по всей стране, и он был признан единодушно лучшим анималистом СССР. Поэтому именно Бахтину доверили иллюстрировать «Красную книгу Красноярского края». На взгляд Виктора Владимировича и идеи региональной книги, в том числе, чтобы вести пропаганду по охране редких зверей и птиц. Сейчас немножко уже наметилась такая гражданская оппозиция. В общем-то, страшноватому явлению, как колонизация Сибири получается, что воспринимают Сибирь как колонию, которую можно безнаказанно, неисчерпаемо использовать. Сейчас рассматривается вариант для того, чтобы спасти Байкал. Вредные истоки комбината переправить в реку Иркут. Оттуда все это попадет в Ангару. Мимо города Иркутска все это будет протекать. Ну и потом, естественно, в Енисей. И половина Енисея окажется под влиянием этого ужасного комбината. Конечно, Байкал нужно спасти. Но не ценой Енисея и Ангары. В 88-м году абаканскому художнику Владимиру Капелько, которого многие называли Капелей, был 51 год. Много лет он занимался художественной реставрацией настенных рисунков, бережно воспроизведя творения древних художников. И работа была эта поистине подвижнической. Рисунки Капели составили удивительную экспозицию в Баканском краеведческом музее. На острове Пасхи тоже есть монументальные большие скульптуры. Так вот, на острове Пасхи, они как раз в два раза моложе вот этих изваяний с берегов Енисея с Хакасией. Сейчас всеобщая грамотность губит их самым варварским методом, как ни странно. Парадоксы о нем не объясняются, потому что он и есть парадокс. Люди, выросшие на этой земле, наверное, надо в свое время каждому показать. Может быть, даже подвести носом, натыкать, как котенка. Ну, посмотри, в общем-то, что тебя вокруг окружает. Владимир Капелько скончался в 2000 году в возрасте 63 лет. Виктор Бахтин, придумавший в том числе символ красноярской спартакиады Соболенка Кешу, в начале 90-х эмигрировал в Америку. Там и умер 8 лет назад от рака в возрасте 65 лет. При всей разности творчества и судьб их объединяло одно – любовь к сибирской земле и ее природе. Культура Сибири не возникла из ничего. Помните слова Ломоносова? Могущество российское прирастать будет Сибирью. Будет. Если Сибири удастся сохранить и корни культуры, и богатство природы. Завещанные нашими предками. Наталья Кичина, новости ТВК. И на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200 0065. Вся последняя информация есть на нашем сайте tvknews.ru. Также подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, ТВК – это не только ТВ. Наталья Кириллович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин